Ребята, всем привет! Сегодня у нас начало июля. Через 2-2,5 месяца наступит пора выкапывать картофель. И многие из вас задумываются об изготовлении самодельной картофелекопалки для мотоблока. Поэтому я решил снять небольшой видеообзор, где укажу размеры и материалы, из чего изготавливалась картофелекопалка. Ну, начнем с основных. Во-первых, картофелекопалка является грохотного типа. Копка картофеля осуществляется путем движения вот этого впереди ножа, который приподнимает землю и продвигает ее дальше вглубь картофелекопалки. Дальше она попадает вот на эту вот сетку, где земля просеивается и наверху остается картофель, который дальше продвигается путем движения самой сетки. Вот так это все двигается. Получается, нож и сетка движутся друг к другу и таким же образом отдаляются. И благодаря этим движениям картофель проходит через картофелекопалку и выходит сзади. Сейчас немного покажу вам ее, как выглядит. Вот спереди. Вот сбоку. Вот сзади. И сверху. Начнем с размеров рамы. Так, ребята, начнем замерять нашу картофелькопалку. Основной ее частью является вот эта вот перемогальная рама, на которую уже потихоньку собирается все остальное. Поэтому изготавливать нужно начинать с нее. Размеры. Длина рамы 610 миллиметров. Ширина рамы 450 миллиметров. Раму я изготовил вот эти длины. Это швеллер у меня с двух сторон. Размер швеллера 50 на 30 миллиметров. Перед и зад сделан из сваренных двух уголков между собой. Иголки размером 40 на 40 миллиметров. Далее сварили эту прямоугольную раму. Далее свариваем, вернее, привариваем стойку для ножа. Я взял металл толщиной 12 миллиметров. Какой попался, можно было и потоньше. Но у меня в наличии был только такой. Я даже его не резал, вот такая пластинка у меня была. Я ее под размер подогнал и приварил. Итак, размер от втулки. В дальнейшем все вот эти вот соединения я буду называть втулками. Размер от втулки до самой рамы, вот отсюда вот, 220 миллиметров. Более-менее выровняем. От втулки до начала рамы 110 миллиметров, вот отсюда вот. Вот до этого начала 110 миллиметров. Далее приварили с двух сторон. Итак, после того, как приварили стойку для ножа, снизу нужно будет приварить втулку. Втулку нужно приварить так, чтобы утопить ее в металл. Для этого нужно будет сделать полумесяц, прорезь, и обварить втулку вокруг. Втулком вернусь чуть попозже. Далее нужно будет установить два подшипника на лапках по 20-й вал. Для этого нужно просверлить два отверстия. Первое отверстие находится от начала 205 миллиметров, второе от начала 300 миллиметров. просверлили с двух сторон, установили подшипники. Далее просовываем 20-й вал во всю длину, ну и оставляем где-то сантиметр с каждой стороны. Далее нужно будет изготовить вот такую вот тягу. Размеры ее. Размеры примерные. Сверху вниз 90 миллиметров, потом изгиб на 90 градусов 50 миллиметров, еще один изгиб на 90 градусов 90 миллиметров. Почему размер примерный? Потому что нужно будет считать все. У вас должно получиться от центра вот этого вала до центра вот этой вот втулки 165 миллиметров. А нужно учитывать то, что вы будете делать вот такие вот полумесяцы для того, чтобы утопить втулку и обварить ее сюда. И также нужно будет делать полумесяц здесь, чтобы утопить саму тягу сюда на вал и тоже обварить ее. Сразу говорю, берите хороший материал. У меня вот этот металл оказался очень плохого качества. Металл буквально отслаивается друг от друга. Отслаивается, трескается. Поэтому вот я его здесь очень много раз уже обварил. Так вот. Дальше. Нужно будет на этой тяге просверлить отверстие для крепления вот этой тяги. Отверстие находится от центра этого вала до самого отверстия 50 миллиметров. Отмеряете и просверливаете. Дальше. С той стороны аналогично. Идем к ножу. Для изготовления ножа я взял металл толщиной 3 миллиметра. Ширина ножа 400 миллиметров. Высота ножа 275 миллиметров. Глубина ножа 140 миллиметров. Для изготовления вот этого среза сверху нужно отмерить от задней стенки 70 миллиметров. А здесь получается снизу нужно отмерить 130 миллиметров. Затем соединяем эти две точки и отрезаем лишнее. И у нас вот так вот ровно получается. С той стороны аналогично. Далее нужно приварить прутки. Прутки у меня на 8 миллиметров толщиной. На концах они загнуты для того, чтобы не протыкать картофель, который будет попадать сюда. Загнут он здесь в конце на 25 миллиметров. Далее от этого угла до самого ножа 160 миллиметров длина. И далее еще 50 миллиметров для того, чтобы приварить прутки к ножу. Привариваются все с наружной стороны. Здесь у меня приварено снутри, потому что я чуть-чуть накосячил с ножом. У меня низ получается шире. Я его загибал автогеном. И загнул очень неудачно, скажем так. И он мне оказался шире на пару сантиметров. И у нас такая картина вот получилась. Сверху вот расстояние правильное 400 миллиметров. А снизу вот все впритык. Поэтому все делайте четко. Далее. Прутков у нас с краю 3 с обоих сторон. Снизу 10. Расстояние между прутками 40 миллиметров приблизительно. Далее нужно будет с двух сторон сделать два отверстия. Делаем первое отверстие сначала наверху. С задней стенки берем 30 миллиметров. Сверху вниз берем 35 миллиметров. Делаем отверстие. Далее отмеряем 165 миллиметров. Делаем еще одно отверстие. С задней стенки тоже берем 30 миллиметров. Получается вот здесь 165 миллиметров. И там 165 миллиметров. Эти две вещи параллельные. Потому что они ходят друг к другу. Они должны работать в такт. Далее. С этой стороны тоже самое. Нужно будет изготовить в такую тягу. Сразу скажу размер тяги. От центра до центра должно у вас получиться 190 миллиметров. Это все нужно будет делать опытным путем. Так как имеет значение размер самой втулки. Оно может быть толще у вас, тоньше. Поэтому я вам говорю сколько должно быть от центра до центра. 190 миллиметров. С этой стороны аналогично. Также из-за косичного своего ножа у меня здесь вот видите все неровно. А должно было быть как бы все вот так вот вровень. Эта тяга у нас чисто садится на болты. Здесь варить ничего не нужно. Ни к ножу, ни к этому. Сам нож крепится тоже вот болтом снутри. Так. Вроде про нож все рассказал. Но здесь можно сделать еще вот такое вот. Небольшое углубление. И заточить. Я заточил с нижней стороны под углом 45 градусов. Идем дальше. Далее переходим к задней части. Вот это все относится к регулировке вот этой просеечной сетки. Ее нужно будет либо опускать, либо поднимать. Регулируется в начале работы получается. Пробный ряд делаете. Регулируете. И все она остается так. И так. Размеры. Нужно будет сделать такие вот пластинки. Длиной 550 миллиметров. Шириной 400 миллиметров. Привариваем с двух сторон. Ширина между ними 410 миллиметров. Далее нужно будет проселить отверстие. Отверстие находится от конца до самого отверстия 50 миллиметров. Далее нужно будет сделать вот такую вот стойку, скажем так. Ширина ее 410 миллиметров. Ширина 120 миллиметров. Сделана из угольников. Угольник 35 на 35. Так. Далее. Здесь нужно будет просверлить отверстие. Отверстие получается нужно от центра этой втулки до центра этого болта. Расстояние 95 миллиметров должно у вас получиться. И сверлим отверстие. Далее. Делаем вот такую вот стойку в середине. Высотой 130 миллиметров. Ширина без разницы. У меня 400 миллиметров. Здесь тоже самое. Ширина 400 миллиметров. Высота 100 миллиметров. Затем нужно будет сделать такую регулировочную пластину. Длина ее 230 миллиметров. Отверстия у меня уже были готовые. Здесь расстояние у меня по 30 миллиметров. И два болта. Затягиваем. Так. Чуть уберу. Далее. Нужно будет изготовить вот такие две тяги. Расстояние между центрами отверстие должно получиться 195 миллиметров. Делаем две одинаковые тяги. Далее. Далее. Приступаем к изготовлению. Просеечной сетки. Расскажу размеры. Так. Ширина ее 400 миллиметров. Так. Высота. Высота до края 100 миллиметров. Спереди аналогично такую же делаем. Затем. Затем закрепляем ее прутками. Соединяем вернее. И получается у нас 520 миллиметров. Сами прутки длиной 550-560 миллиметров. Сбоку у нас два прутка. Один пруток крепится прямо на самый верх. Вот так вот. Внизу у нас 9 прутков. И один пруток крепится между верх и низом. Спереди прутки привариваются впритык. У вас получается вот такая вот сеточка. В конце нужно будет прутки немного подогнуть вниз. А боковые в край разогнуть. Чтобы она не била картошку. Далее. Нужно будет на концах просверлить отверстие. Для установки вот этих вот тяг. На всех четырех. Получается в самом конце просверливаем. После пробных работ я все болты вот эти вот заварил. Потому что при работе они начинаются крутиться на месте. И они могут увеличить вот это вот отверстие, куда болт просовывается. Расшатается в будущем. Чтобы этого не произошло, я приварил. Болт должен сидеть ровно. Мертвый. Он не должен крутиться. Должна крутиться втулка вокруг болта. Имейте это ввиду. Приварил вот так вот везде. Так. Далее нужно будет изготовить вот такие вот квадраты, скажем так. Для стойки колес. Чтобы их можно было регулировать. Так. Квадраты у меня 35 на 35. Рахуются они на расстоянии. Так. От конца рамы 40 миллиметров до начала квадрата. Внутри квадрат 25 на 25. Так. Сейчас скажу. Так. Высота вот этой вот стойки, на котором держится колесо, 500 миллиметров. Колесо это у меня от, скажем так, водовозки ручной, которыми флягами воду таскали раньше. У меня они валялись. Я их задействовал. Крепится у меня просто так. Здесь вал. И здесь на шпонку гвоздем закреплены. Вот с этой стороны аналогично. Нужно будет сделать вот такой вот барашек. Так. Здесь в квадрате нужно будет просверлить отверстие. Переварить гайку. Закрутить болт. К болту приварить пруток. Оп. Видите? И упал сразу. Сейчас поставлю на паузу, подниму заново. Так вот. Получается, вот этими вот колесами регулируется глубина, насколько утопится нож в землю. Все нужно будет регулировать опытным путем. Пока не попробуете, не узнаете. Сделайте слишком низко, будет слишком глубоко. И вы застрянете. Слишком высоко сделаете. Начнет резать картошку. Будет, получается, оставлять картошку и будет резать ее. Все это делается опытным путем. Регулируются обе стороны. Одну сторону отрегулировали, замерили. Вторую сторону с таким же размером опустили и затянули. Так, ребята, сейчас я расскажу вам про втулку. Вот эту втулку и вот этот вот болт вам нужно будет заказать у токаря. Сейчас скажу размеры. Расскажу. Таких втулок вам понадобится 12 штук. Получается, у вас будет 4 тяги. По 2 втулки. Это уже 8. Плюс 2 на ноже. Это 9-10. 2 на тягах, куда крепится 20-й вал. Это и вот 11-12. Так, втулка имеет ширину, вернее длину 38 миллиметров. Так, толщина втулки 20 миллиметров. Внутреннее отверстие. Внутреннее отверстие имеет толщину 10 миллиметров. Так же сам болт имеет толщину 10 миллиметров. что все было как можно с наименьшим люфтом но в то же время что это все могло крутиться так забыл сказать длину болта сам болт имеет общую длину 76 миллиметров из них сейчас скажу рабочие рабочая часть 42 миллиметра вот этот без резьбы так все заказали вот этого тут около 12 болтов 12 втулок размеры дали далее можете заказать чтобы он вам сразу сделал отверстие с резьбой под толотницей и вы можете это сделать сами я сделал сами сам вот они мои втулки и вот тлотницы я просверлил заранее отверстие нарезал резьбу под тлотницы добавил еще такие шайбы на всякий случай чтобы тлотницы не откручивались шайба это гроверные которые стопорят чтобы не откручивалась таким образом прикрутил добавил вот такую вот шайбу чтобы болты не стирали саму втулку здесь вот это получается как промежуточная зона чтобы не было этого трения между гайками и втулкой гайки вот это 1 гайкой за подтягиваю дело чтоб шайбы чуть-чуть могла ходить и 2 гайки получается две гайки затягиваю друг против друга чтобы они откручивались и вот за 6 лет работы я ни разу вот эти вот гайки не трогал не откручивал и не закручивал и вот как видите вот чуть-чуть с усилием проворачивается так ребята раскрутил я гайки сейчас первый раз при вас снимаю эту тягу так снимаю шайбу вот как вы можете видеть каким образом гайка съедает поэтому эта шайба необходимо вот с другой стороны на нижней чуть-чуть по-другому так снимаю саму тягу так снял вот внутренняя сторона вот наружная как можете видеть все смазки также здесь здесь сейчас фокусируется сейчас я ее вытиру чтобы посмотреть состояние болта как можете видеть ничего криминального здесь нет износ вообще копеечный за 6 лет вот то же самое износ ни о чем поэтому смело делайте такие втулки с толотницами и ни о чем не переживайте сразу скажу что у меня здесь обороты просто колоссальные трясет только так я с этими оборотами чуть не рассчитал поэтому так получилось сразу хочу сказать что толотницы нужно сверлить сразу вернее отверстие по толотнице нужно сверлить сразу и потом когда будете варить нужно будет рассчитывать вот например задние тяги тлотницы смотрят назад вот эти нижние втулки тлотницами получается вниз далее вот это передние тяги тлотницы смотрят назад тоже а с этой стороны смотрят вперед это все нужно для удобства смазки дальнейшем чтобы вам было легко до них добраться и чтобы они не повредились при работе так ребята я не рассказал про верхнюю часть картофелекопалки так как она у вас будет совершенно другая я расскажу про свою здесь у меня стоят два подшипника под 30 вал вот этот сам вал он взят комбайна точно не знаю от какой части но от комбайна здесь полноценный подшипник стоит вот так вот может изгинаться скажем так здесь шла трубка я ее отрезал приварил туда вот этот вот рулевой наконечник с возможностью регулировки наконечник этот от классики далее здесь приварена рулевая сошка здесь все застопорено и дальше идет стойка к этой к 20 валу это приварено для усиления на всякий случай все у меня мощное все у меня толстое так вот чтоб не сломалось наверняка вот таким вот движением приводится в работу вся картофелекопалка на моем канале есть видео как я копаю картофель можете посмотреть у вас же здесь будет все по-другому потому что я же говорю у вас будет ременная передача а у меня цепная далее сделаны были вот такие вот это ижевские тяги которые идут на люльку крепления которые я креплю к мотоблоку чтобы наверняка сцепка была достаточно жесткой чтоб вот эту вот сцепку не выгнуло приварил ее вот таким образом здесь здесь прям в угол приварил и здесь добавил угольник для усиления потому что по высоте не хватало если бы сделал ниже бы было бы не то так вот поэтому вот эта вот вся верхняя часть у вас будет совсем другая а все остальное можете делать как у меня так ребята вроде все рассказал все показал указал все размеры что из чего сделано надеюсь мое видео поможет вам в изготовлении такой же картофелекопалки как у меня ну на сегодня все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки обязательно комментируйте делитесь своими мыслями всем пока пока